Здравствуйте, Зараб Замирович. Сегодня хотелось бы поговорить о фестивале науки и музыки, который недавно прошел в нашем регионе Выше Звука. Это мероприятие уже практически считать можно традиционным, оно проходит в третий раз. Хотелось бы узнать у вас, как у руководителя ведомства, как вы оцениваете успешность, скажем так, пройденного мероприятия. Очень радостно, что в нашей республике появляются такие традиции, такие традиционные фестивали, которые мы, я уверен, со временем сможем сравнивать с крупнейшими в мире такими фестивалями, которые проходят как раз в туристических кластерах. Это лучший тому пример уже 40 лет действующий подобный фестиваль в Швейцарии, который уже приобрел даже не одно поколение своих любителей, последователей и собирает из года в год уже тысячами туристов. И нам очень отрадно, что в очень короткий срок мы сделали большие шаги, конечно же, анализируя опыт таких фестивалей в мире, но в то же время создавая что-то уникальное. И у фестиваля действительно есть уникальность. Как вы правильно отметили, этот фестиваль прежде всего музыки и науки. Таких фестивалей вообще в мире не существует. И такая специфика выбрана была не случайно, потому что само место, где он проходит, в основном проходят его мероприятия, навевает, естественно, мысль о том, что наука, она рядом, она уникальна, она очень интересна. Ну а музыка, как некий фон, наряду с прекрасными горами, задают как раз настроение всему происходящему. В этом году фестиваль значительно вырос. Вырос он и по программе. Практически неделю проходили все его мероприятия. Открытие и закрытие произошло у нас в Черкесске, в нашем амфитеатре в парке «Зеленый остров». Но четыре дня внутри фестиваля проходили мероприятия в нашей курортной зоне. Причем в этом году не только Архыс, не только поселок Буково, не только обсерватория, не только наш комплекс аланских храмов стал местом проведения фестиваля. Но и были выезды участников и гостей фестиваля в Карачаевск, где прошел тоже концерт. Были экскурсии на шаанинские храмы и экскурсии непростые, а именно с экскурсоводом, специалистом по истории нашей республики. И, что очень важно, отлично прошел концерт открытия и концерт закрытия. В этом году мы включили в программу фестиваля творческую резиденцию. Такой формат для нас – это некий эксперимент. Он подразумевает, что к нам, в нашу республику, для того, чтобы создать что-то новое, опираясь на наше культурное наследие и на современные какие-то тенденции в развитии музыки, хореографии, приехали мастера из других регионов. Это действительно большие молодцы ребята, которые сами закончили ведущие вузы творческие из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Улан-Удэ, Республики Дагестан. Это хореографы, это композиторы, это музыканты, которые играют на классических и национальных инструментах. Все они приехали сперва к нам на разведку больше месяца назад, чтобы познакомиться с Карачаево-Черкесией, погрузиться в культуру наших народов. Затем они начали придумывать, что из впитанного имя можно переработать в какое-то новое произведение. И уже во время пребывания здесь, в рамках фестиваля, они очень много репетировали с нашими артистами, хореографами, музыкантами, оркестром, национальным ансамблем. И в итоге концерт закрытия, который прошел 11 числа в Архызе, а 12 числа в Черкесске в амфитеатре, он был как раз подведением итогов работы творческой лаборатории. То есть целый концерт из новых номеров, которых раньше не существовало, которые были созданы, записаны, поставлены, отрепетированы меньше чем за месяц. И для нас это действительно очень важный опыт, потому что наши ребята, наши мастера, наши руководители коллективов увидели, что действительно нам есть чем учиться. Действительно сейчас в творчестве есть новые подходы, которые позволяют в такие короткие сроки создавать что-то новое. Конечно, сами произведения еще далеки от идеала, их еще нужно шлифовать, много репетировать, но то, как были тепло восприняты эти произведения во время финального концерта, говорит о том, что вот эта задумка удалась. Действительно, несколько номеров мы уже забрали для того, чтобы включать в наши концерты, которые еще будут видеть жители нашей республики. Скульптурной составляющей фестиваля понятно, но была и вторая часть, это фестиваль науки и музыки. Вот хотелось бы узнать про научную программу, как она формировалась и чем заинтересовала гостей фестиваль. Программа была обширная. Ежедневно проходило три или четыре экскурсии, причем они были самые разные. Конечно, акцент ставился именно на космических объектах. И уважаемый директор нашей обсерватории Геннадий Геннадьевич Валявин лично проводил экскурсию. Это один из ведущих специалистов в астрофизике в мире. Поэтому, естественно, услышать от него о том, что происходит в космосе, это уникально уже само по себе. Огромные впечатления получили наши гости, когда побывали в центре Ротана 600 и радиотелескоп, самый крупный в мире. Конечно, это уникальная площадка, где можно совсем по-другому послушать музыку и услышать, что же это такое ухо Земли, как его называют. Как работает вообще вот эта магия космических волн, что из нее удается понять ученым и какая в этом во всем есть связь с музыкой. Естественно, это прежде всего звук, это все прежде всего волны и, естественно, аналогия с музыкой самая прямая. И вот об этом как раз говорили ученые. Ну, еще большой комплекс лекций, экскурсий был посвящен истории Карачаева, Черкесии, нашей природе, как ее геологии и истории вообще формирования наших кавказских гор, так и, например, животному миру, который у нас здесь проживает. Например, лектор-орнитолог рассказывал об уникальных птицах, которые живут в нашем регионе. И в целом, вот эта расширенная география, разные темы и еще свободное время, которое позволяло людям тоже подниматься самим на экскурсии, может быть, немножко погулять, поднявшись на канатках по различным маршрутам. Все это позволило каждому участнику фестиваля выбрать свой собственный ритм, так как он хочет отдыхать, так как он хочет посещать такие мероприятия. И мы услышали массу теплых отзывов по итогам фестиваля. Мы поговорили о том, как понравился фестиваль непосредственно участникам. Это люди, которые приехали из других регионов России. Хотелось бы узнать, в чем плюс конкретно для нашего региона, какие перспективы открывает проведение таких масштабных мероприятий. Для нас, конечно, это прежде всего большой опыт вообще создания таких фестивалей, потому что мы много говорим о том, что мы туристический регион, что нам важно, чтобы гости к нам приезжали не только на лыжах кататься, не только смотреть красивые горы и есть вкусную еду, но чтобы они приезжали еще за тем, чтобы познакомиться с нами, с народами, живущими здесь, узнать нашу культуру, наше наследие. И, конечно же, это будет все способствовать тому, что будут уходить стереотипы, с большим уважением будут относиться к нам, народам России, и живущим в Карачао-Черкесии, другие народы. Потому что, несмотря на то, что мы живем в информационный век, все-таки мы видим, что очень мало действительно каких-то наших ценностей, самого дорогого для нас знают наши даже соседи зачастую на Кавказе, не говоря уже о жителях центральной России или восточной ее части. Поэтому мы учимся сейчас создавать такие мероприятия. И у нас их уже становится больше, мы это делаем уверенней. Команда выходит на такой уровень, который без особых сложностей получает федеральную поддержку. То есть проект этот реализован частично на средства федерального гранта. И все вместе это нам позволяет задачи, которые раньше мы не умели решать качественно, вот так вот с помощью таких проектов отрабатывать и ставить перед собой еще более высокие цели. И повторюсь, три года для такого фестиваля это совсем-совсем еще малый срок, но уже очень много сделано. Особо важно было, что на фестиваль обратили внимание руководителя управляющей компании, которая сейчас управляет курортом Архиз. И он как раз становится одним из ключевых мероприятий для них в том числе. И вот эта вот событийность, то есть туризм, который будет привлекать сюда гостей не только, чтобы покататься зимой, а вообще погоду распределять вот этот поток, он во многом и должен строиться на таких событиях. И здесь у нас очень хорошие наработки. И могу сказать, что команда наша, которая в Карачао-Черкесии это организовывала, а это и команда Министерства культуры, и команда Школы креативных индустрий, уже получает опыт, который действительно нам позволяет спокойно придумывать еще более сложные, еще более интересные проекты. Это отличная школа. Ну и, конечно, именно музыкальная часть для наших музыкантов, живущих в Карачао-Черкесии, конечно, была очень важна, потому что, когда перед зрителями выступали артисты, в том числе из Кремлевского оркестра или из оркестра Спивакова, или солисты оперы Геликона-Пера, а это Народная артистская республика Абхазия, Алиса Гитспа, например, приехала и со своими учениками, победителями конкурса, который она проводит уже не первый год, исполняла арии, всемирно известные, именно на уровне, который, могу сказать, что лучшие сцены мира оперных театров, вот такой уровень видели, сейчас можно сказать, что его видели наши горы. Мы будем рады пригласить всех зрителей вашего телеканала на наши ближайшие мероприятия. Например, 29 августа в Красногорске на нашей башне откроется уникальный первый в нашей истории историко-реконструкторский фестиваль, где мы воссоздадим эпоху XIX века. Наши учреждения культуры готовятся к открытию нового сезона в сентябре, поэтому приглашаем всех следить за афишей и обязательно посещать новые премьерные мероприятия. Спасибо большое, Зураб, за интересную беседу. Я желаю успехов вам в вашей деятельности. Будем надеяться, что все больше культурных мероприятий будет проводиться у нас в регионе и, конечно же, больше участников у нас будет.